Уличный светильник, сделанный руками школьника. Участник экономической игры «Я» предприниматель Леонид Клёпов готовится к представлению своего проекта. Лицеист решил уже сейчас реализовать идею по светодиодному освещению улиц Заречного. Идея пришла два года назад, еще когда наш город организовал первый наноград. К нам приезжал представитель маркетинговый директор компании «Аптаган» Антон Карасев. Именно он мне дал эту идею. Вот эта идея два года у меня зрела. Вот сейчас она приобретает такие уже настоящие, настоящую реализацию. Первый светодиодный фонарь уже собран. Воплотить свою идею в жизнь школьнику помогали сотрудники горэлектросети. Профессионалы по достоинству оценили проект юного физика. У светильника два режима работы. На полную мощность он разгорается при включении датчика движения, то есть когда в зоне освещения появляется человек или транспорт. Остальное время прибор работает в дежурном режиме. Такой светильник потребляет в шесть раз меньше электроэнергии, чем лампа Ильича. И он в три раза выгоднее обычного светодиодного фонаря. Мы сейчас делаем опытный образец. Можно сказать, что он у нас собран на коленке. Мы должны просто определить, реально будет ли этот светильник работать. Мы хотим произвести три-четыре светильника, установить их в определенном месте и посмотреть, как они работают. Если все это будет работать, вопрос об их производстве, ну, наверное, мы будем решать или с каким-то предприятием, ну, или, может быть, сами. И, конечно, это маловероятно. Светильник обошелся в две тысячи рублей. В скором времени создадут еще два прибора и поставят их на улицах Заречного. После проведения полевых испытаний Леонид приступит к написанию практической части своего проекта. На финал десятиклассник планирует представить не только опытный образец и расчет экономии в теории, но и насколько реально выгодно его изобретение. А это серьезная заявка на победу в игре «Я предприниматель». Елена Степкина, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует...